Итак, друзья, всем привет! Тема сегодняшнего видеоролика у нас вентиляция. Хочу привести три причины, почему приточный клапан намного круче, чем открытое окно. А для чего у нас нужны приточные клапана? Почему речь идет именно об этом? Потому что приточные клапана у нас идут для системы вентиляции. Что такое система вентиляции? Система вентиляции это воздухообмен 30 кубов на человека в час. Нам нужно сделать так, чтобы в помещении постоянно менялся воздух. Что нужно сделать для того, чтобы он постоянно менялся? Нужно сделать три вещи. Нам нужен приток воздуха, нам нужен переток воздуха и нам нужен выброс грязного воздуха. За приток воздуха у нас отвечает по факту несколько вещей. То есть если мы говорим про принудительную систему вентиляции, адаптивную систему вентиляции, естественную систему вентиляции, то у нас за приток воздуха могут отвечать приточные клапана стеновые или приточные клапана оконные. Ну, также еще может отвечать открытое окно, но это я в такой класс колхозной вентиляции вношу. То есть, для нормальной системы вентиляции, с моей точки зрения, субъективной, открытое окно не может служить для притока воздуха. И вот в сегодняшнем видеоролике я хочу вас попробовать убедить, что открытое окно – это уже такой мувитон. Значит, причина номер один. Буду приводить, наверное, на примере себя. Я сейчас живу в такой осенне-весенней даче. И, значит, с чем я сталкиваюсь? Каждый день, независимо от того, лето у нас, зима, осень, весна, так как у меня системы вентиляции там нету, потому что дача осенне-весеннее, понятное дело, что в такие строения никто нормально не вкладывается. Там у меня нет никакой системы вентиляции, нет, вернее, есть колхозная вентиляция через окна. Вот у меня постоянно открыты окна, и каждый день в 6-7 часов утра у меня будет такой дуэт из двух артистов. Первый артист – это у нас собаки, второй артист – это у нас куры. То есть в 6 часов каждое утро кукарекает петух, потом его подхватывают собаки. И вот у меня практически нету выходных, но иногда хочется прям, не знаю, там, поваляться хотя бы часов до 9. Вот, но вот этот вот дуэт, вот этот ансамбль, он никак не дает тебе выполнить эту миссию. Что касается приточных клапанов, вот буду приводить пример приточных клапанов «Велка». Мне они нравятся, мне кажется, они очень продуманы, и они также продуманы с точки зрения звукоизоляции. Вот у них там стоит специальная такая шумоглушительная шайба, которая поглощает два вида шумов. Первый шум – это общий, он поглощает 45 дБ. И есть еще шум общий плюс транспорт, вот там он делает поглощение 43 дБ. То есть очень такой хороший класс защиты. Понятное дело, что там невозможно ни одним клапаном сделать так, чтобы была стопроцентная защита, но реально с помощью вот этой вот шайбы звука попадает намного меньше. Причина номер два. Особенно часто нам, мне вернее, задают такие вопросы аллергики, которые переживают за всякую там грязь, там пыль, пыльцу. Это класс защиты. То есть у клапана «Велка» есть фильтр, у него класс фильтрации F7. Это очень крутой класс фильтрации, который защищает от пыльцы, от пыли, от мух, насекомых и так далее. Понятное дело, что открытое окно ничего от этого не защищает ни от пыльцы, ни от пыли. Единственный момент, скажем так, у этого фильтра, ну такой маленький недостаток, это его нужно будет менять. Меняется он в зависимости от того, где находится у вас, где стоит клапан. Если это город, то его нужно менять почаще. Если это какое-то, не знаю, загородное СНТ, то там можно менять его пореже. Где-то диапазон от полугода до года. То есть те люди, которые заморочены на аллергии и так далее, они очень сильно по этому вопросу переживают. Это я их успокаиваю, говорю, класс защиты фильтра F7. То есть очень крутой, очень крутой фильтр. Третий плюс, очень важный, я считаю, это удобство. Опять же, буду приводить на примере клапана Велк. Вот, с моей точки зрения, это очень удобный клапан, который продуман со всех сторон. С точки зрения удобства он тоже продуман. В чем заключается удобство этого клапана? Удобство заключается в пружине. Ну, термостат, назовем ее термостат. Вот, она работает от припада температуры плюс 10, от плюс 10 до минус 5 градусов. То есть, есть труба, которая у нас вставлена в стену какую-то. Вот, на нее одевается такая крышка с пружиной. Вот эта пружина при плюс 10, она полностью открыта. При минус 5, она оставляет небольшой зазор. Зазор мы можем отрегулировать чуть больше, чуть меньше. Но, примерно, в среднем это 3 миллиметра. Через эти 3 миллиметра гарантированно будет приходить 30 кубов чистого, хорошего, свежего воздуха. Это очень удобно. То есть, вам не нужно бегать его там, открывать, закрывать. То есть, плюс 10 градусов он полностью открыт. Минус 5 градусов, небольшой зазор. В среднем 3 миллиметра, через который гарантированно будет 30 кубов воздуха. Я считаю, и мое мнение, ну, оно, наверное, скорее всего, субъективно. Но, большинство людей не смогут, даже если вы поставите окна на микропроветривание, не сможете сделать так, чтобы у вас постоянно были окна открыты. Уйдете на работу, закроете окна. Когда придете с работы, у вас получается воздух сперт. А нам нужно сделать так. Ну, и, соответственно, у вас в нужном количестве воздух свежий в помещение не попадает. Вот, соответственно, нету нужного воздухообмена. А нам нужно сделать постоянный воздухообмен для хорошей, качественной системы вентиляции 30 кубов на человека в час. Вот с помощью клапана «Велка», так как я его привожу, вы это можете сделать. А с точки зрения открывания, там, закрывания окна, ну, я думаю, что, ну, большинства людей, скажем так, да, пускай не у всех, но у большинства людей это сделать точно не получится. Вентиляция – это очень важный элемент, я считаю, ну, очень важный элемент. Поэтому в своем доме, который я сейчас строю, стараюсь строить современный качественный дом, я поставил вот эти вот клапана «Велка» и скоро буду, когда я перееду, и думаю, что месяца через два я уже должен переехать в дом, буду наслаждаться свежим воздухом через вот эти вот клапана. Надеюсь, мой сегодняшний такой монолог вас убедил в том, что для того, чтобы построить качественный современный дом, обязательно нужно задумываться о системе вентиляции, обязательно нужно задумываться о притоке воздуха. Вот такой вот небольшой видеоролик, друзья. Надеюсь, мои аргументы, которые я вам сегодня привел, они вас убедили в том, что приточный клапан – это намного круче, чем открытое окно. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. А так, всем пока, самое главное – берегите себя и не болейте. Пока!